Сегодня хотелось бы немножко рассказать о одном из методов планирования. Ведь на самом деле очень важно эстетику и функцию добиться идеальной, как и хотел пациент, на всех этапах, чтобы никаких ошибок не было. И все это в конечном итоге привело к отличной работе. На самом деле зачастую все хирургические, ортопедические, технические этапы, они в принципе взаимосвязаны. Но есть кто-нибудь из хирургов? Вы техников знаете своих? Да. В лицо. Это хорошо, на самом деле, да. Должна работать сплоченная команда. Именно для чего? Чтобы исключить малейшие погрешности при работе. Потому как на любом этапе небольшие, так сказать, отхождения вправо или влево приходят в конце концов к неудовлетворительной работе. И пациент недоволен, все недовольны, начинают кого-то винить. Вот. И поэтому, как бы, в принципе, вся работа изначально настроена должна быть на команду. Вот. То есть хирург, ортопед, техник, ну и пациент, конечно, про него нельзя забывать. Что относится к планированию? Ведь изначально, как бы, человек, обращаясь в клинику, то есть соглашается на имплантацию, соответственно, на конструкцию, которую предлагает ортопед. Вот. То есть вот первичный прием идет. Вот. И, как бы, по большому счету, идеально было бы собрать консилиум целое. То есть хирург, техник, ортопед с пациентом. То есть обсудить конструкцию, выбрать саму конструкцию и, соответственно, определить этапы, по которым будет идти вся работа. Вот. На данном этапе я хочу рассказать немножко про планирование именно от хирургического этапа до технического. Вот. Ну, здесь хирургическим будет представлено. То есть мы имеем первичный оттиск без зуба и челюсти. Вот. Планируется установить 4 имплантата, вот, соответственно, зоны 24, вот, для изготовления протеза на балке. Вот. Для этого, соответственно, ортопедический этап клинический пошел, то есть регистрация прикуса с уточнением границ ориентиров, вот, дальнейшие размеры, соответственно, цвета и все остальное, что будет соответствовать конечному этапу работы. Вот. Техникам выполняется сетап постановка. Вот. Опять же, потом в клинике определяется желание пациентов, то есть можно где-то там внести какие-то коррективы, так сказать, для антидализации, чтобы это не было похоже на протез. Вот. Плюс размер, опять же, искусственных зубов, форма и положение. Все невозможные нюансы корректируются, соответственно, на данном этапе вот имеем такой вот сетап постановку. Опять же, с хирургом, конечно, определяются зоны имплантации. Вот. На данном этапе здесь условно, так скажем, произведено, вернее, определено положение имплантатов, то есть по техническим параметрам. Вот. Другой метод – это через КТ, компьютерную томограмму. Используется, шаблон изготавливается каткам-методом. Вот. Этот хирургический гид, он выполнен лабораторным путем на основании, как бы, технических пожеланий. То есть зона установки имплантатов, 24 позиции. Для этого техника имеется сетап-установка, где все очень сильно снимается, вернее, изготавливается силиконовый ключ. Вот, как видим здесь. И определяется зона имплантации. Вот, как мы видим. То есть, соответственно, вот по осям зубов видно 2, 4, да? В этом плане. И непосредственно техником изготавливается капа. Это хирургический шаблон на основе капы. То есть, делается капа и пилотируется отверстие именно на втулке. Втулки раскрепляются. Основные вот пилотные втулки. Здесь видно 4 штуки. Вот они. Это втулки фиксационные. По данкеру идет. Это для удобства хирурга. Они, в принципе, редко когда пользуются этим. Но это для удобства из практики у всех. Это потом наработки возникает. Вот. Опять же, этот вариант достаточно, так сказать, не совсем финансово затратный. Вот. Как сравнение с КАТ-системой, КАТ-КАТ-системой. Потому что там шаблон стоит достаточно больших денег. И это для пациента может быть лишним отталкивающим фактором, может быть. Вот. Опять же, я объясняю, что это делается для удобства хирургов. Чтобы в дальнейшем исключить все ошибки и неточности, которые могут привести, так сказать, к невудовлетворительной работе. Вот. Для пациента. Вот. Ну, соответственно, потом это уже все в техническую часть. Еще раз вот напоминаю. Работа в команде всегда очень важна. В этом плане. То есть, чаще общаетесь с техниками, чаще с ортопедами. Или наоборот. То есть, любые какие-то нюансы, вот, их надо всегда обсуждать, чтобы не было потом каких-то, ну, недоговорок и, так сказать, которые могут привести к плохим результатам. Так. Это что касается вот планирования. Соответственно, планирование можно производить даже на одиночную стоящую, то есть, планируемую одиночную коронку на имплантате. Вот. Какие могут происходить ошибки? То есть, ну, установить, как бы, там, не по центру, не по гребню, куда-то в сторону идти совсем как должно. Ну, нюансов, конечно, много. Вам, как хирургам, кто более, так сказать, подробно известны, вот, когда вроде простейшая ситуация, там, ну, промахнуться, в общем-то, невозможно. Вот. И получается, вдруг он плохо. Также можно изготовить гид на одиночную, то есть, на одиночный имплантат. То есть, это просто для удобства. Это просто для взаимодействия. Сейчас я вам хочу, так сказать, рассказать один интересный момент, именно когда идет разговор о, либо о немедленной нагрузке, вот, либо о правильном формировании мягких тканей, название имплантации. Вот. Опять же, этот вариант рассматривается в таком случае, если имеется лаборатория у вас под рукой. То есть, техник находится в двух шагах практически. Вот. Перед этапом планируется одиночное протезирование. Так, 30, ну, тут, да, непонятно, 31 или 32. Да. Вот. Изначально снимается оттиск. То есть, до этапа протезирования. И отдается в лабораторию. Техник изготавливает модель, вот, по которой он изготавливает силиконовый ключ, чтобы зарегистрировать положение мягких тканей, первоначальное. Вот. Вот. Так же техникой может быть изготовлена планка. Ну, переноса сейчас нет, я это покажу сейчас. Вот. Дальнейшие этапы. Но на момент протезирования, то есть имплантации, операции, хирургии, вот, производится имплантация. Для вот этих вещей можно использовать либо имплантовод, либо трансфер обычный. Потом, манипуляции какие? Дело все в том, что это происходит буквально в течение получаса. То есть, когда еще мягкие ткани, в принципе, как... То есть, без закрытия имплантата, вот, на еще, так сказать, препарированных, так скажем, мягких тканей. Так, это условно сейчас представлен вариант, как бы, положения в полости рта. То есть, установлен трансфер, либо имплантовод на имплантате. А это реальный клинический случай, да? Да, это реальный клинический случай, да. Опять же, я опускаю тему немедленной имплантации. Вот. Это, как бы, так сказать, прерогатива уже, то есть, не техническая. Вот. Но формирование мягких тканей, именно после имплантации, это достаточно вещь такая, для техники очень важная. Потому что не всегда получается стандартный аббатмент подобрать. Вот. Приходится индивидуализировать, либо заказывать каткам способом. Вот. В этом плане. Так как мягкие ткани не всегда ведут себя корректно. Это особенно касается фронтальных участков, когда нужно максимальную эстетику придать конструкции. В полсерта задача ортопеда, как бы, зафиксировать положение, так видно, то есть, передать направление с помощью, опять же, объясняю, с помощью трансфера или имплантовода, чтобы без лишних затрат. выполняется стабилизация именно на рядом стоящие зубы. Во рту делается? Да, это во рту делается. Я имитирую просто положение, как бы. В принципе, здесь нет ничего сложного при, так сказать, навыках работы с пластмассой. Да, композитом можно, опять же, можно даже технику попросить сделать, вот, к сожалению, да, куда-то делать, планочка эта, сделать заранее ключ. То есть, так как у техника есть модель, то есть, исходная ситуация полусерта, техника можно попросить, он сделает вам просто, как бы, планку переноса ключ, то есть, чтобы не выполнять именно вот эту объемную манипуляцию, она фиксируется на опорных зубах, то есть, с установленным трансфером, и просто с трансфером раскрепляется так же, либо композитом, либо пластмассой, которая идет под изготовлением временных коронок. Тут, как бы, вариаций много. Можно просто композитом, главное, чтобы иметь надежную фиксацию именно с элементом переноса позиции имплантата, то есть, либо это имплантовод, либо это трансфер для переноса. В этом плане. Техником фиксируется аналог имплантата к этому ключу. Эластичный еще, sorry. Надо постараться сделать так, чтобы не было лишних поднутрений, перед а Продолжение следует...